так пока все не разложила и миленка сейчас смотрит мультик в общем занята приехала я с магазина и покажу некоторую часть не все покупки в общем это на 153 евро уточняю я но здесь не все потому что он как я уже объясняла мы половину там воду молоко мясо которое мы сразу укладываем в морозильную камеру а сюда подымаем то что будем использовать но на протяжении ближайших двух-трех дней что я сразу смотрю что я буду готовить и подымаю все это наверх и так да давайте сразу отвечу на вопрос который мне был задан в прошлом видео и перед этим задавали сколько это на месяц 145 евро по полную по прошлым покупкам или же это на неделю нет это на неделю если подсчитывать все полностью то получается на семью из четырех человек вот как наша в месяц на продукты мы тратим 600 евро плюс 200 250 если заказывается еда на дом или мы выходим в ресторан и ресторан тоже хочу уточнить это не гастрономик это обычный ресторан в который ходят самые обычные французы и меню а стоимостью двадцать пять двадцать восемь до тридцати евро это не ресторан в который мы ходили на день святого валентина там цена в общем даже озвучивать не буду так в общем так давайте начнем потому что чтобы не разглагольствовать долго да и милен тоже долго не даст в общем я купила давайте отсюда во две упаковки вот такого молочка уже поставила йогурт готовить и вот у меня осталось три бутылочки и здесь 6 бутылочек молочка они удобные потому что тоже про молоко спрашивали что это у вас за молоко такое что вы покупаете и она как у вас хранится молока я покупаю очень много потому что готовлю йогурты потому что готовлю домашний творог в общем молоко у меня используется много и летом тоже поскольку у меня протеиновая диета пожизненная то я делаю вот такие вот коктейли смотрите покупаю вот без сахара сироп это green один очень вкусный с красными фруктами он без консерваторов без калорий без подкраски как она называется ну в общем красителей и смешиваю с молоком с ледяным и летом очень то получается такой коктейль со вкусом как бы мороженого это мне заменяет сладкое и в то же время я употребляю жидкость и в то же время это как-никак это тоже питательно в общем вместо перекусов летом у меня вот такие коктейли поэтому молоко у нас расходится очень и очень быстро так две упаковки молока затем клубнику взяла клубника уже у нас подорожала по 250 за вот такую 500 грамм затем помидоры по 2 евро тут где-то он пришла моя пленится я же говорила долго не даст затем два пучка редиски хочу сделать даме леночка сейчас мамочка все сделает я тебе дам говорить клубничку хочу взяла два огурца два пучка редиски потому что когда жара у меня все любят есть окрошку я ее готовлю огромными такими порциями так 3 баночки тунца тоже он у нас хорошо идет на риет если кто интересно это очень вкусный французский паштет рецепт есть на канале посмотрите очень вкусно любая рыба тунец сардина лишь бы чтобы она была в собственном соку получается супер вкусно затем вот такие вот обезжиренные на 4 процента жирности сливки это для соусов потому что начался сезон мидий и мы очень любим морепродукты я часто готовлю и чтобы это было низкокалорийно эту я покупаю всегда вот такое вот затем тоже по моему я не показывала но вот это вот достаточно интересная вещь это курица так цена 4 евро 395 здесь вот у меня сколько кило 300 на 508 это курица которую кормили только льняным семенем в общем у нее очень вкусный достаточно такой насыщенный вкус и она такая вот знаете если обычные курочки может помните в прошлом видео я показывала они ну не слишком такие желтенькие то вот эти вот куры которых кормят только льняными зернышками они очень вкусные и такие вот желтые ну в общем по вкусу такие как покупаем у бабушек или вот у кого в деревне есть свои курицы но не не такие жесткие как те в общем очень вкусно если будете во франции то обязательно купите и попробуйте называется вот пули ой пули курица вот я покажу сейчас ближе синенькие цветочки льна нарисованы грены делен это семечки льна и вот попробуйте приготовьте курочка намного отличается от самой обычной курицы даже фермерской даже ну в общем не первой цены так скажем это не курицы не те бройлеры которые за 10 дней достигают больших размеров так затем взяла куриное филе цена цена а цены нету вот так вот я даже не знаю сколько я за нее заплатила по кило двести в общем ну в районе семи с половиной евро за кило вот это вот куриная грудка стоит это недорого если а если подороже то и восемь и девять можно найти так блюдо еще эти тоже без цены так но вообще набрала может быть она в 3 дорого я набрала но ничего уже дома вот это вот курица в паприке маринованная сейчас тоже часто барбекю готовим вот здесь утра вы еще есть тоже если будете во франции в отпуске смело покупайте готовьте курочка прожаривается травками посыпали на гриль положили и полчаса 3-5 минут и готово то же самое как и ножки ножки у меня миленка и муж очень любят ножки в паприке так следующее но это артур что-то на день мамы на праздник матери собрался готовить и сказал чтобы купили вот это пата даманда это такая вот мастика из миндаля так ну на окружку куриные сосиски я всегда ругаются все что я покупаю сосиски в общем они все такие натуральные а да огурцы евро 50 за 2 чтобы редиска 1 евро за пучок вот это вот вообще честно скажу духовка поломана я не знаю зачем взяла потому что ну по привычке вот этот вот сыр мне нравится в нем здесь и менталь моцарелла и да ну в общем прекрасное сочетание для пиццы она тает прям плавится супер и тесто взяла вот это вот обычное слоеное ну в общем наверное заморожу сыр конечно съедим вместе с макаронами ли с чем-то таким и тесто наверно заморожу так ну это тикина еда паштет то что я покупаю был очень дорогой скидки не было взяла обычный вот такой но ничего поест никуда не денется так затем сыр президент вот такой вот коломье сок яблочный обычный так про молоко сказала горчица испанская колбаска она мне тоже очень нравится она не жирная взяла две палочки потому что палочки очень маленькие сейчас гости часто приходят и вот как на аперитив у французов положено нарезается колбаска и чипсы достаются орешки режется хлеб свежий и какие-то паштеты оливки ну в общем колбаска сейчас расходится только так одну палочку порезал и не заметил куда она и делась но они маленькие но вид большая сколько здесь 170 грамм так затем взяли вот такие вот ой вот такие вот господи вообще перье кстати эта водичка изготавливается в деревне где живет дочь моего мужа и вот это вот перье там у них завод и кстати я там было это такая махина но это просто невозможно там сурсы вот эти перье родник самой вот этой воды это такая махина что просто кошмар так ладно сироп вот такой вот затем сметанка 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 евро с чем-то стоит но это артуркин завтрак он у нас любит вот такие вот завтраки затем милене сок в школу яблочко и мультифруктовый ну и обычный сок вот такой вот мультифруктовый тоже это биопродукция в принципе в принципе что еще была куплена мука внизу и мясо свинины я купила филе миньон тоже на шашлыки потому что чтобы быстро готовить и были утиные ножки взяла чтобы сделать домашний конфит дюканар тоже рецепт есть на канале очень вкусно и они были по моему по 13 евро нормальная цена 15 18 мясника так вообще заоблачная так ну вот в принципе все йогурты не брала даже вот эти детские потому что тоже не было интересной цены а масло еще купила 4 пачки масла сливочного да думаю что то еще не показала ну масло сливочное затем заморозка это не потому что буду учиться мне не будет времени готовить и надо что-то с собой тоже брать и взяла я эти стручковая фасоль вот это вот ну уже готовое блюдо и в принципе в пароварку у меня пароварка на вечно стоит на столе и даже никуда не убираю и в пароварке приготовил и будет мне вот такая буду в баночках брать с собой там разогревать в баночках в контейнерах господи и вообще я не знаю после магазина я всегда какая-то такая в общем немножко заторможенная так ладно все всем большое спасибо что вы были со мной надеюсь обзор снова вам был интересен это на 153 евро но это не все как я уже сказала здесь мясо еще в холодильне а еще лука 2 килограмма купила сейчас вот видите начинаю вспоминать что же еще взяла всем большое спасибо что вы были со мной прекрасного дня прекрасного настроения и до новых встреч на моем канале пока пока